Призыв на службу – особый этап в жизни каждого юноши. Позади медосмотры, заседания призывной комиссии и военный комиссариат. Впереди служба сроком один год. Перед отправкой ребят в армию для них дважды в год готовят особую программу. Осенний призыв не стал исключением. Будущих солдат собрали в Центре культуры и молодежной политики, где к ним с напутственными словами обратились заместитель главы муниципального образования по социальным вопросам Александр Новиков и военный комиссар Сергей Сибилёв. Ребята, что вам сказать хорошего? Берегите себя, хочу пожелать здоровья. Помните, что дома вас всегда ждут. Многие, приходя со службы в среду вооруженных сил, приносят характеристики. Читаешь характеристики, очень хорошие прозвия, очень приятно читать, очень за ребят, не обидно. Чтобы оценить уровень знаний и подготовки к службе, для ребят подготовили специальную викторину. Вместе с призывниками в викторине приняли участие поисковики и волонтёры города. Всех участников поделили на четыре команды. Ребятам нужно было угадывать имена выдающихся людей и название оружия. Было пять туров, как бы в каждом туре по пять вопросов. Ну, опять же говорю, были сложные вопросы, были не особо сложные. Председатель комитета солдатских матерей Десногорска Валентина Рожкова подарила новобранцам подарки – самое необходимое для первого месяца службы. По традиции ребята получили визитки с её номером телефона. Служить в армии стало легче, нет тех случаев, что были раньше, признаётся Валентина Рожкова. Но что бы ни случилось, она всегда добивается того, чтобы увидеть солдата и поговорить с ним. Благодаря такой поддержке призывники уверенно собираются на службу. Никаких опасений, как бы, и морально, и физически ко всему готов, как бы, и никаких проблем. Ребята, вы сами видели нас прекрасные, желающие служить, хорошо относящиеся к службе. Первая отправка новобранцев состоится 17 октября. Задание на осенний призыв – 10 юношей, и оно будет выполнено в полном объёме. Сотрудники военкомата желают ребятам справедливых командиров, крепких и надёжных товарищей и, конечно, лёгкой службы. Элина Нурматова, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ.